Всем привет! Меня зовут Максим Епихин. Я представляю сообщество MyCryEngine. И в этом видеоуроке я бы хотел с вами поговорить о том, как можно было бы изменить стандартное управление непосредственно на движке в CryEngine. Ну давайте сейчас я продемонстрирую вам то, что у меня получилось. Вот у меня, соответственно, как я ранее говорил, нет оружия. Это мы разбирали в предыдущем уроке. Я только хожу. Я не могу прыгать, не могу приседать и не могу бегать. То есть я убрал все, кроме непосредственно ходьбы. Так, теперь давайте я вам расскажу, как я это сделал. Значит, мы должны перейти в папку, где установлен движок. Вот у меня это c.program.file.sx86.cry.engin. Теперь переходим в папку game.sdk и game.data. Это пак, файл расширения .pack. И его можно открыть winrarом. Ну, вы нажаете свойства и тут изменить прогу. Ну, либо он сам вам предложит, какую прогу взять. Ну, указывайте winrar. Ну, или какой-нибудь архиватор, который может пак воспринимать. Значит, теперь вы переходите в папку libs. То есть мы его разархивировать не можем. Как бы таким простым методом. Но мы можем вытаскивать оттуда файлы. В папке libs мы ищем config и его default profile. Значит, теперь мы его извлекаем в указанную нами папку. Он ее автоматом создает. И вот она, вот эта папка. Ох, не так я ее открыл. Сейчас давайте. Edit with Notepad++. Internet Explorer закроем. Вот, и на 215 строчке от Action Map Name Player находится управление стандартным персонажем. Тут они, вот, Action Map это, как бы, можно сказать так, блок, который присущен, например, игроку, например, кому-то еще. Ну, в общем, я надеюсь, вы суть уловили. И, соответственно, поскольку это XML файл, то здесь получается, что комментарии создаются вот таким же образом, как и в HTML. Вот, я нашел Action Name Jump. Ну, как я искал, нажимал Ctrl F. Писал нужную фразу. Ну, я вот это, то, что в Name писал. И так далее. Вот, значит, вы можете изменить управление полностью. Я вот закомментировал прыжок, закомментировал приседания и бег. Респаун, ну, оставил, поскольку что-то он, пусть будет. Давайте в движке проверим этот респаун. Я на R нажимаю, ничего не происходит. Но, иначе, когда мертвый только. Но, не суть важна. Прикол в том, что вы здесь можете изменить буквально все. Например, еще, видите, Weapon Change Mode. То есть, к примеру, один выстрел, два выстрела в секунду и так далее. Вот, и здесь некоторые параметры, которые вы можете изменять. Если прокрутить ниже, видите, у нас тут даже есть какие-то комментарии. Actor 2 Basic Movement. Тут, в основном, на PlayStation, Xbox и на Wii. В общем, вот вам XML стандартный. О, кстати, вот еще, 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 еще. Меню. Вот. Меню Toggle Barrel, Bottom, Amount и так далее. В общем, вот вам XML файл, который вы можете редактировать. Не забывайте его сохранять после того, как отредактировали. Теперь мы его закрываем. И стандартная операция. Так, стоп, стоп. Вот так. Мы нажимаем... А, и перед тем, как вы сделали изменение в файле, который у вас находится в папке, вы должны закрыть движок. То есть, вы из него выходите, нажимаете правую кнопку мыши, вот, в Венраровском окне. Нажимаете добавить файлы в архив. Выбираете ваш. Он автоматически его заменяет. И все. На этом заканчивается редактирование стандартного контроллера. Ну, в самом простом вариации. Но не все так оказалось гладко. Поскольку прыжок я запретил. Соответственно, звука прыжка не было. Не было... Вот это приседание мешало. Все, в общем, звуки, да, оставались. Это я все убрал с помощью вот Default Profile XML. Но персонаж продолжал бегать. То есть, у него вместо ходьбы было в стандарте пробежка. Для этого мне пришлось написать очень легкий FG. Буквально из одного нода. Это вот вы добавляете от GameStart, AddNode, Actor и PlayerCinematicControl. У нас вот появляется вот такой режим. Можете выбирать несколько. Здесь, кстати говоря, описание даже каждого из них есть или нету. Нету. Так, ну... А вот Scale Moves by 50%. Disable SuperJump. Sprint and Others. То есть, вот... Вот это, походу, я как понял, то, что мы сделали. Вот это спрятать в кубуру. А вот это я... Не знаю, что такое. Реалистичная атака. Или восстановить все в нормальную. Так, ну... Вот, в принципе. У видеров получился какой-то очень маленький. Давайте я чего-нибудь добавлю еще. Ну, кстати говоря, по поводу прыжков. Мы можем... Если я сейчас вспомню, то мы можем контролировать... Ага. Так. Сейчас. То мы можем, в общем, контролировать... Высоту прыжка... И... Какие-то другие параметры. Вот, например, сейчас мы можем... Начать контролировать походку, да? Ну, для этого мы добавили, вот, как вы видели, ActorPlayer Local Player Movement Parameter. У вас, если движок более старой версии, или более новый, хотя, по-моему, это сейчас последняя версия на сегодняшний день, она может называться по-другому. Суть в том, что он должен выглядеть примерно так. От Game Start мы переносим в Set и настраиваем высоту прыжка, но при этом наш конфиг, который мы XML файл редактировали, должен будет остаться без изменений, то есть оставить все, как было. Минусы этого способа. Если мы убираем прыжку в минус... В силу прыжка, да, и высоту, точнее, его в минус единицу, то персонаж реально не прыгает. А вот звук, который вот он, стон от прыжка, он остается. То есть это нам вообще не подходит вариант, если вы хотите убрать именно прыжок. Если вы хотите сделать его наоборот, более сильный, то, соответственно, да, это идеально. Вы сможете там поставить хорошее значение и сделать хороший подлет, там, не знаю, быструю ходьбу, если вам это надо. Ну, еще можно сказать пару слов по конфигу. Давайте перейдем обратно. Вот, началось. Так. Вот, мы перешли в папку редактора. У вас будет еще здесь один архивчик, но я все-таки решил его разархивировать и убрать отсюда, поскольку не знал, как это будет работать. В общем, архив называется CryEngine GameCode. Он хранит в себе папку код и в GameSDK закинул пару библиотек. Вот, lips. То есть вот это надо будет тоже удалять. Вот, по-моему, он закинул lips и в него там еще парочку. Теперь по поводу код. Код, он представляет собой такой же библиотеки, да, вот CryEngine библиотеки, GameSDK, GameDLL и здесь находится весь наш код. Считайте, вот он, исходник работы. Соответственно, вы можете редактировать, например, PlayerInput, то есть это C++ код, в котором хранятся функции, такие функции, как прыжок. Давайте я вам покажу. Но редактировать его нужно через Microsoft Visual Studio, поскольку там хороший компилятор и он это все дело обрабатывает именно правильно. Например, вот эта функция, которая, вот, onActionJump, здесь, соответственно, реализован весь прыжок. То есть вы можете сами писать. Это, соответственно, потом обращаетесь вот к этому через луа скрипты. Ну, вот, в принципе, все, наверное, я объяснил небольшую работу над кодом. Спасибо за внимание. Меня зовут Максим Ипихин. С вами было сообщество iMicroEngine. Благодарим вас за просмотр. Надеемся, что вам понравилось и информация была для вас достаточно полезной. Если это так, ставьте палец вверх, комментируйте видео и вступайте в группу. У нас много конкурсов скоро будет, а также демонстрация наших проектов. Вот, например, вот этого проекта, который пока что реализовывается. Он достаточно неплох получается, как говорят некоторые люди. Ладно, спасибо всем за внимание и всем удачи в разработке. Продолжение следует...